С зубастыми плакатами и четкими требованиями сегодня в парке Минного городка собралось более ста человек, которые уже завтра могут остаться без работы. Все они работники Владивостокского бутыщебеночного завода. Одному из крупнейших участников рынка по производству щепня грозят закрытие. И все из-за того, что Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края издал приказ о приостановке действия лицензии на пользование недрами. Некоторые товарищи из администрации краевой не хотят нам давать дорогу дальше в жизнь. Заводу больше 50 лет. Несколько поколений выросло на этом заводе. Построился город Владивосток благодаря нашему заводу. Тем не менее, находятся некоторые личности, которые препятствуют деятельности нашего завода и всеми путями стараются его закрыть не мытьем, так катанем. Владивостокский бутыщебеночный завод был построен 25 мая 1953 года и обеспечивал потребности колоссального роста объемов капитального строительства в Владивостоке в начале 60-х. Уже в 1964 году он стал самым крупным предприятием строительной отрасли всего Дальнего Востока. Проблемы у ВБЩЗ начались в 2015 году. В неплановой проверке департамента отказ в согласовании проектной документации отработки карьера. Бумаги переделывали уже пять раз. Под всяким соусом, находя всевозможные причины, замечания и ошибки в нашем проекте, департамент не согласовывает его. Хотя проект был сверстан, сделан гипронерудом. Это очень серьезная организация, которая работает уже на рынке больше 70 лет. Очень грамотные специалисты там, квалифицированные работают. Но, увы, департамент поставил себя выше всех, выше вся и под всяким соусом не согласовывает нам проект. Подчеркнем, гипронеруд – это крупнейший проект на институт. На его счету проекты 250 крупных и средних предприятий. Но стоять в ВБЩЗ перед лицом департамента организации не получается. И неприятности появились у завода, когда директором департамента природных ресурсов стал Александр Коршенко. Все эти проверки – это политика, игра политиков, так скажем. Как уже конкретно фамилия фигурирует, Коршенко – это департамент природных ресурсов, он начальник. Его, как говорится, указания, все эти проверки, все предписания, которые нам даются, они выполняются, подается заново проект на согласование. Опять новые предписания, порой даже повторяются предписания. То есть явно понятно и видно, что это делается все специально для того, чтобы мы прекратили свое производство. Несогласование проекта ведет за собой приостановку добычи бутового камня – основного сырья, на котором работает завод. Сейчас предприятие функционирует, люди получают зарплаты, но живут в напряженном ожидании будущего. Ведь если власть не даст добро, более 200 человек, а с семьями около тысячи могут остаться без средств к существованию. Вот сидишь, как на пароховой бочке, как на измере каждый день, не знаешь, идешь на работу, сколько, скажут сегодня, нет, что может быть, и дети все подгулы, на два месяца, на полгода, на год, кредиты, ничего не взять. Я работаю на бутащебеночном заводе, заведующая складом, у меня и муж работает тоже, у нас маленький ребенок, если закроют завод, мы останемся без работы, у нас ипотека. Все это, конечно, очень грустно, так как у нас коллектив, большинство из села Ярославки, приезжие, там завод закрылся уже давно, людям некуда деваться, тут вот, так сказать, приютил наш завод их, хорошо работаем, получаем зарплату вовремя. И вот, я думаю, должны какие-то органы все-таки взяться за этот вопрос и разрешить нашу такую вот проблему. Между тем, завод производит качественную продукцию, на котором построена добрая половина города. Искать замену этим стройматериалам, значит, увеличить стоимость конечного продукта. Если, допустим, тонна от сева дробления здесь на ВБЩЗ стоит 150 рублей, то логистика этой тонны, доставка из одного места в другое, плюс 700 рублей. Значит, мы будем загладывать себестоимость нашей продукции уже не 150 рублей, а 850 рублей. Отсюда пострадает бюджет строительных организаций и тех тендеров, на которые претендует строительная организация при строительстве того или иного объекта. Авторитетность Санкт-Петербургского института Гипронерут, который делал проект Нагорной работы, под сомнение поставить невозможно. Ведь это крупнейшая организация строительной отрасли. Неужели заключения целого института и мнения одного человека сопоставимы? Надеемся, что от людей не отмахнутся, и контролирующие органы разберутся в ситуации по справедливости. Анастасия Крикун, Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.